Дмитрий Александрович опубликовал недавно монографию, которая, как я понимаю, послужит основой этого доклада, а Николай Николаевич запустил великолепный проект, который висит у нас на обложке сайта Институтского. Вы, я думаю, тоже скажете пару слов об этом. Поэтому, Дима, тебе слово, я думаю, что уже время есть. Прошу тебя, пожалуйста. Да, спасибо, добрый день, коллеги. Мне очень приятно, что меня позвали выступить на этом семинаре. Действительно, наверное, я сначала скажу, как я пришел к этой теме. Я назвал так «Цифровизация и границы теории практик с ближневосточным колоритом». С одной стороны, я занимаюсь исследованием экономики Израиля, именно инновационной составляющей. У меня в прошлом году вышла книжка на эту тему. И понятно, что тут без цифровизации никуда. Ну, то есть, как бы этот вопрос, он витал в воздухе, и я этими вопросами занимался. С другой стороны, на некоторых встречах, которые нет недостатка в Институте Востоковедения, часто приходилось обсуждать проблемы Ближнего Востока. В частности, например, а вот что сейчас Сирия в состоянии полураспада находится, а что с ней делать, и надо вернуть федеральные какие-то рамки, единое государство или там Ливия. И у меня как экономиста, скажем так, да, Востоковеда экономиста, возник вопрос, а почему, собственно, кому сегодня в 21 веке надо, чтобы Сирия была единого государства, или почему Ливия априори должна быть единым государством. Я не с идеологической точки зрения, а чисто социально-экономической. Вот почему нужно, чтобы в обществе было сегодня... То, что я понимал, что с точки зрения современной технологии проживания, социально-экономической точки зрения, это как бы не очень нужно. Вот. И когда я некоторые свои мысли коллегам озвучил, оказалось, что, в общем-то, они не так бессмысленны, как они могут показаться вначале. Из этого родилось вот мое вот это некоторое увлечение вопросами границы цифровизации. Я там выступил с некоторыми лекциями в обществе знаний на эту тему, проверился некоторые свои идеи. И действительно, недавно, вот буквально, можно сказать, на днях, в конце прошлого года, в декабре, там, в конце декабря 20-го года, мы с Еленой, о господи, с Еленой, со Светланой Бабенковой из Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Ирана, мы написали совместную монографию, в которой говорили про цифровизацию и палестинно-израильский конфликт. И поэтому мой сегодняшний разговор будет как бы из двух частей. Первая часть, тут я вот поговорю про взаимоотношения цифровизации и границ вообще, вот как я это вижу себе, как вот такая штука. А во второй части я вот именно изложу, наверное, коротко те идеи, которые мы со Светланой разработали и опубликовали в этой нашей, значит, монографии, как некое такое практическое предложение. Вот, я постараюсь быть максимально провокативным, вот, более того, знаете, у меня был такой учитель, к сожалению, уже нет с нами, Леонид Александрович Мацех, он сказал, что экономисты это тупиковая ветвь развития цивилизации, и поскольку я тупиковая ветвь развития цивилизации, то мне можно говорить ерунду, и вы меня простите. Вот, значит, соответственно, вот исходя из этих предпосылок, мы начнем наш разговор. Итак, коллеги, я сейчас тогда включу демонстрацию экрана, потому что у меня есть презентация, и буду ее вам, соответственно, демонстрировать. Демонстрация экрана. Так. Давайте начать показ. Давайте, я не могу, надо почему-то начать сначала. О, он уже перескочил. Ну, хорошо, да, государственная граница. Вот, смотрите, я взял одно из определений, естественно, государственной границы. Почему? Ну, потому что надо с чего-то начинать, да, то есть, если мы говорим про границу, мы говорим не про границу. про границы вообще, а про границы каких-то территорий, да? И вот... Дима, 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 проверьте, листается ли. Я проверю, листается. У нас, у меня не листается. А вы не видите, да, что сейчас у меня перелистают? Давайте проверим. Первая граница у меня. Дима, надо выйти на полноэкранный режим, она обычно тогда начинает листаться. А у меня полноэкранный режим. А нет, у нас пока слева твои слайды видны. А, это плохо. Попробуй, пожалуйста. Это плохо. Ничего страшного, это обычная такая проблема, ничего страшного. А сейчас у вас что видно? Пока все то же самое. Первая страница. Это очень странно. Тогда я сделаю вот так. Я остановлю демонстрацию экрана и начну ее заново. Можешь еще раз сделать, да. Это жалко. Ибо это жалко. Нет, может быть, принудительно просто на каждую картинку кликать отдельно. Тогда она будет листаться. Нет, но она должна как бы начаться сначала, например. Начать с начала, с запуска первого слайда. Первый слайд виден. А дальше вот сейчас листается? Нет. Что ж такое? Потому что у меня... Попробуй нажимать на каждую картинку. Так я нажимаю на каждую картинку. Вот я сейчас нажал. У меня полноэкранный режим сейчас. У вас нет, да? Нет. Димочка, мы можем и так смотреть. Мы можем смотреть, если ты просто будешь слева переключать. Можно, то есть, без полноэкранного режима. А я так... Вот сейчас видно второй слайд, термины и понятия. Да, давайте так, чтобы не мучить и спикеров. Нет, ну просто так было бы... Вы бы выделили... Конечно, конечно. Странно очень. Ну хорошо. То есть, вы хотите сказать, что файл... Мы видим сейчас твою папку. Да, это хорошо. Ну так давай попробуем. Вот, сейчас вы видите это. Так, хорошо. И теперь попробуй нажать на полный экран внизу справа. Внизу справа? Внизу справа есть где-то значок, который соответствует полному экрану, по-моему. Должен быть. Вот такой экран на ножке. А, вот оно, в чем дело. Я думаю... Но у меня он просто есть, сама презентация, этот экран на ножке. Я поэтому... Ну давайте... Давайте проверим. Сейчас подождите. Элемент управления конференцией. Потому что у меня написано, что вы запустили демонстрацию экрана. И он мне рассказывает, что я вижу... Я не вижу дополнительное. Давайте проверим. Отключить. Скрыть. Участники. Чат. То есть, теоретически. Нет, это не здесь. Это на демонстрации. Это ты должен у себя просто на твоем собственном экране сделать полный экран. Вот я сейчас у себя вижу полноценно во весь экран у меня название презентации. Ну, значит, что-то здесь какой-то глюк. Ничего страшного. Давайте... До этого таких проблем у меня не было. Ну, давайте попробуем. Ладно. Да, ничего страшного. У нас вторая страница. На экране вторая уже страница. Вот эта. Да, вторая сейчас идет. Вот граница. Отлично. Ну, у вас сейчас она в таком виде, как бы, не как демонстрация, а как такое, да? Ну, мы все прекрасно видим, Димочка. На все видно. Окей. Итак, ладно. Возвращаемся. Смотрите. Значит, вот я взял одно из определений государственной границы. Я не буду его зачитывать, вы его видите. Тут важно очень понимать, что мы с вами привыкли вообще к границе относиться, ну, как бы, достаточно... Для нас это очень понятная история и восприятие любой территории через формат некоторых территориальных границ. Хотя понятно, что особенно если мы смотрим в контексте государственно, то это граница достаточно новое понятие. И до сих пор, да, вопросы границ, они вызывают очень много разных споров, особенно в том регионе, который мы изучаем. Достаточно посмотреть, как кочуют пуштуны между Пакистаном и Афганистаном, не признавая де-факто государственные границы, как бы, спокойно их пропуская, да. Достаточно посмотреть вот этот вот конфликт между Палестиной и Израилем, который, по сути, из-за границ, на самом-то деле, да, из-за территориальных вопросов. Ну, достаточно вспомнить все вопросы, связанные с территориально-административным делением стран Африки, постколониальной и так далее. То есть у нас есть очень много вопросов, связанных с границей государств и их разницей между государственной границей и границей ареала обитания тех или иных групп населения. И поэтому, с одной стороны, для нас это очень понятная вещь, а с другой стороны, она достаточно легко меняется, потому что ведь это очень... Очень эта штука не является незыблемой, скажем так, да. Это вот первая отправная точка, из которой мы не можем идти дальше. Едем дальше. Вот два важнейших понятия цифровизации, цифровая трансформация, да. То есть это родственные понятия, мы их очень часто используем как одно и то же, но у них есть вот некоторые различия. Понятно, что у нас всех с вами сегодня коснулась вот эта самая и цифровая трансформация, и цифровизация. Факт то, что мы сейчас с вами говорим здесь вот так вот, как мы так проводим наш семинар, является ярким этому подтверждением. То есть вот есть некое внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни. И, по сути, наряду с цифрой, как вот некоторые возможности коммуникационных каналов, с этим подвязано еще очень много вещей из так называемой новой экономики. Да, искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и так далее, и так далее. Но главное, что, и это принципиальная история, что за всей этой технологической оболочкой и всеми этими модными словами идет на самом-то деле глубочайшее преобразование продуктов и услуг. Структура организации, стратегии развития, работы с клиентами и корпоративной культуры. На самом деле, даже на бизнесе это очень легко понятно. Например, за последние два года из-за пандемии и всех этих цифровых трансформаций кардинально изменился рынок недвижимости. Просто вообще понятие офис пересмотрено. Просто пересмотрено даже понятие такого, как вот рабочее пространство, офис. И это только, ну, такие верхушки айсбергов. Все на самом деле там гораздо глубже идет. На самом деле мы видим революционную трансформацию организационной модели. Проблема с этим в том, что мы в это время живем, и мы не всегда можем отследить, что происходит, и не всегда это видим. Я приведу некий пример чуть позже. Знаете, одно из понятий, которые я слушал очень давно, но до сих пор оно почему-то непрочно вошло в наш обиход, это следующее понятие, это гибридное или, если хотите, синтетическое пространство. То определение, которое тут написано, его как бы написал я, потому что я не нашел каких-либо там достаточных объяснений того, что происходит. Но главная, основная идея в том, что у нас стирается граница между виртуальностью и реальностью. И вы же это можете ощущать каждый день, когда вы пользуетесь своими мобильными телефонами. Я сейчас говорю какие-то, может быть, банальные вещи, просто мне важно это систематизировать, отнестись к этому как к явлению в целом, потому что это принципиально влияет на те вещи, про которые я буду говорить дальше. Поймите меня правильно. Если у нас сегодня нету разницы между тем, что мы находимся физически и виртуально, то есть не то, что нету разницы, разница есть, но это на самом-то деле все звенья одной цепи. Если раньше мы там могли говорить онлайн, оффлайн, и мы как-то это жестко отделяли, то сегодня что такое онлайн и оффлайн не очень понятно. Мы с другом общаемся, параллельно еще общаемся в чатах в гаджете, сидя в ресторане, заказываем еду, покупаем билеты из нашего телефона и так далее. Это все продолжение нашей жизни. Мы оплачиваем проезд в автобусе, трамвай, троллейбусе через телефон. А что это как не цифровизация? Я уж там молчу про то, что уже у многих людей бумажных денег почти нету в кошельке обычно. Все платят чем угодно, часами, телефонами, я не знаю, скоро начнут вообще просто глазами платить. Как угодно, только практически не бумажными, не медными, какими-то металлическими деньгами. И это очень важно понять, что это уже сегодня часть нашей жизни, ее нельзя никак разделить. Вы знаете, мы когда со Светланой написали книжку и проходили обсуждения в отделах у себя, как раз-то тоже в онлайне происходило, вот как мы сейчас с вами собрались, и одна из коллег наша сказала, ну почему вы все пишете про цифровизацию? Можете написать про реальную экономику? Я задумался, говорю, в смысле, а что значит про реальную? А вот это все нереальная экономика? А ничего, что мы с вами сейчас в онлайне общаемся? Понятно, что хочется отделить, что вот это какая-то такая виртуальность, ее хочется отделить, но ее уже сегодня невозможно отделить. Цифровая экономика – это такая же экономика, как и любая другая. И практически в любом экономическом процессе сегодня есть процесс цифровой трансформации, цифровизации, невозможно это отделить. Хотя понятно, что наш предыдущий опыт, он хочет отделить, потому что в основном мы с вами и большинство здесь присутствующих, мы еще с вами помним доцифровую экономику. Наши студенты, скорее всего, нет. Ну, в смысле, они тоже, скорее всего, нет, точные доцифровую жизнь. А мы с вами еще помним. И для нас вот это разделение очень-очень-очень четкое. А дальше, чем дальше, оно стирается. И вот этот, мне кажется, очень важный момент гибридного, синтетического, вот этого, как хотите, как вам больше нравится пространство, это существенно. И последняя вещь, которую я в терминах и понятиях хотел бы для себя отметить, для вас, это я придумал для себя и сформулировал это здесь специально для нашего семинара. Но мне кажется, это интересная идея. Опять-таки помним про то, что я это тупиковый ветвь развития, и поэтому буду рад послушать вашу критику. Но идея в том, что, по моим ощущениям и моему опыту наблюдения и исследований, то, что у нас сегодня происходит, это мы можем в цифровом пространстве формировать собственные территории в каждом из различных аспектов нашей жизнедеятельности. Социальный, настройка ленты соцсетей. То есть у нас мы в Фейсбуке участвуем в определенных группах. Ну, не только в Фейсбуке, в Фейсбуке, как пример, да. В определенных группах у нас определенная френд-лента и так далее, и так далее, и так далее. Мы под себя подстраиваем, и вы можете очень часто, если вы общаетесь со своими коллегами, то у вас соцсети могут выглядеть абсолютно по-разному. С разным набором информации, которые там идут, с разными запросами, какими-то историями, которые в соцсети происходят. Это очень интересно. Экономически то же самое. Использованные платформы, деловые инструменты, культуры, религиозные. Все, вы можете под себя любую эту территорию настроить. И ваше жизненное пространство, ваша жизненная территория состоит из таких довольно легко настраиваемых историй. Понятно, что до этого мы тоже так делали. Мы выбирали себе друзей, мы выбирали, куда пойти учиться, мы выбирали место работы, мы выбирали город, в котором живем, ну, по возможности. Но все-таки мы выбирали из очень ограниченного предложения, которое у нас было. У нас было всего там один, два, три паттерна, которые мы могли плюс-минус где-то подстраивать. И они все были связаны с предыдущими настройками. А здесь мы, по сути, независимо можем настраивать каждый паттерн. И главное, вот этот выбор у нас становится гораздо более широким. Гораздо более широким. И не зависит от того... И предложение, которое мы берем, оно, ну, просто почти бесконечно. Да? И мне кажется, это принципиальная разница. Исходя из всего этого, исходя из всего этого... Я посмотрел на вот эту ситуацию в следующей парадигме. Ну, давайте, коллеги, посмотрим. А вот уже теперь возвращаясь к конкретной территории. Вот давайте посмотрим на некую территорию. Вот просто к Палестине мы вернемся, но возьмем одну из любых территорий Ближнего Востока, которая сейчас находится в периоде полураспада. Сирию, Ливию, Емин. Понятно, что любая территория, у нее есть какая-то до этого история. На ней уже кто-то живет, на ней созданы какие-то так или иначе органы управления и так далее. Да? То есть это могут быть государственные структуры, квази-государственные структуры, военные структуры, племенные структуры. Либо их какая-то коллаборация, сотрудничество. Но эта территория, она все равно управляется каким-либо образом. И давайте смотреть. Вот тут я выбрал семь функций социально-экономических, которые могут решить современные цифровые технологии. Вот возьмем... Вот я буду идти слева направо, социал верхнюю строчку. Первые четыре и нижние, потом нижние три. Ну вот смотрите. Фискальная история. Сбор обязательных платежей с населением и решение других вопросов административного характера сегодня может решаться через использование соответствующих онлайн-платформ и систем электронных платежей. Нет у нас сегодня с этим проблемы. Ну вот вообще. Да, Москва в этом плане очень сильно выделяется на фоне других европейских и западных городов. Но как раз если мы говорим про какие-то новые территории, которых мы можем внедрять, то тут как раз всегда в этом плане последние достижения будут использоваться и такого рода системы достаточно легко будут внедряться. Да, требуются средства на создание или адаптацию такого рода платформ под местный нужный и необходимый, конечно, более широкий уровень проникновения интернета, причем качественного интернета. Но вы же понимаете, что на самом-то деле он уже сегодня достаточно существенный и по мере развития мобильного интернета процесс проникновения интернета будет только усиливаться. И смотрите даже 2011, 2010, 2011 год, да, вот эти вот арабские революции, скажем так, да, вот эта условно арабская весна, она прошла во многом с использованием возможности информационно-коммуникационных технологий как раз в онлайн пространстве. Вся организация шла на низовом уровне через социальные сети. Не нужно было никаких вообще сверхусилий, как оказалось, для того, чтобы вот эти разрозненные группы людей совершили то, что они совершили, произвели, по сути, революцию или ряд революций на Ближнем Востоке. Сегодня, спустя 10 лет, ситуация еще лучше с точки зрения интернета, да. Понятно, что все те вещи, которые я говорю, я немножечко утрирую и, конечно, опускаю какие-то там нюансы. Мне важно показать сейчас вам сам принцип. Понятно, что и заказчикам, и эксплуатантам такой системы могут выступить как региональные интеграционные группировки, ну, например, Совет Сотружества Арабских государств Персидского залива, если говорить про Ближний Восток. Это, в принципе, релевантно для других ситуаций, просто я, как пример, Ближний Восток беру. Так и международные структуры развития, например, Всемирный банк. Более того, такая платформа может быть единой для всего региона, учитывая, что там он в основном арабоязычный, да, по крайней мере, арабоязычный части региона, да. Могут быть встроены страновые субрегиональные кластеры. Дальше. Финансовая система. Ну, смотрите. Может быть использована на основе криптовалюты. Сейчас для многих криптовалют такое ругательное слово в России. Понятно почему. Потому что вот эти вот электронные деньги, созданные на основе системы распределенной базы данных, то бишь блокчейна, они такое новое явление, которое переворачивает всю финансовую систему. И пока, как любое новое явление, есть много негативных историй с ней связанных. Но при этом явно это уже не какая-то мода, а это уже с нами, никуда эта криптовалюта не денется. Никуда не денется, когда уже некоторые центры банки мира начинают серьезно рассматривать вопрос введения разных элементов, так или иначе, работы с криптовалютой. Более того, есть криптовалютные биржи, есть разные способы привлечения средств на этих биржах. И этих способов уже достаточно много. Эта сфера очень, финансовые технологии активно развиваются в этой сфере. Поэтому, в принципе, здесь вопросов нет. То есть, если у вас есть некая группа людей, причем большая группа людей, которая разделяет с вами какую-то систему ценностей, и вы как-то ее можете достаточно точно выделить, и она достаточно большая, то вполне возможно, вы можете произвести свою криптовалюту. Теперь представьте себе, что происходит. Это позволяет вам сделать одну очень интересную... Происходит следующая штука. Как только вы выходите в онлайн, то есть, как только у вас появляется эта платформа, криптовалюта и так далее, вы к финансовым транзакциям подключаете всех, кому это интересно. То есть, это могут быть эмигранты, то есть, если говорить, например, в Сирии, сирийские эмигранты, которые живут по всему миру, через вот эту систему онлайн-коммуникаций и априорных онлайн-денег. Это не то, что вы онлайн переводите ваши заработанные деньги куда-то. Это начинаются сложности. А вы через априорные онлайн-денеги можете инвестировать в свою родную страну, помогать ей, вы можете благотворительностью заниматься и так далее. Вы можете быть подключены через эту систему, и уже появляется история про экстерриториальность. То есть, в этот момент у вас граница физическая не равна границе сообщества. То есть, если, например, считать, что Сирия – это не только некоторые группы внутри Сирии, которые между собой объединяются в какие-то кластеры, то эти кластеры могут состоять не только из людей, физически находящихся на территории Сирии, а где угодно. В США, в России, в Китае, в Европе. Где угодно. Это вообще не важно. Дальше. Про образование. С образованием происходит интересная штука. Вы все про это прекрасно знаете. Образование сегодня вообще переживает мощнейшую трансформацию в мире, и сегодня можно получить высшее образование, не выходя из дома. Если вы будете получать курсы Курсеры, которые там очень высокий уровень, причем Курсеры – это одно из многих теперь ресурсов, то, в принципе, вы можете стать бакалавром, причем прослушать курсы от ведущих профессоров Гарварда, Стэнфорда и других ведущих вузов и получить не такое-то плохое образование при желании. То же самое вы можете сделать со школьными курсами. Я не исключаю возможности, что в каких-то отдаленных местах, и это не касается только Ближнего Востока, а вообще в мире, мы увидим с вами системы, при которых у нас учитель будет являться не учителем в каких-то отдаленных школах, где он все заменяет, а он будет таким посредником. Когда дети приходят в класс, у них есть доска, на доске зажигается, включается онлайн-доска, на которой включается какой-то набор курсов, и они слушают курсы по программе, собранной из ряда курсов, которые подготовлены где-нибудь в Москве, в Нью-Йорке, в Иерусалиме, где угодно, по тем темам, по предметам школьной программы, а учитель – это такой человек, который является таким, ну, как бы сказать, помощником. Он делает вместе с детьми домашние задания, может быть, их проверяет. Если его квалификации не хватает, он в онлайн-платформу эти домашние задания отправляет, и учителя, как бы сказать, общим, как некое сообщество, проверяют эти домашние задания и отдают оценки. То есть, это вообще все возможно. Еще раз, я не хочу сказать, что завтра это возможно, но сегодня, на самом деле, многие из тех вещей, о которых я говорю, они уже сегодня происходят. Ну, понятно, что система здравоохранения, вы ее целиком никогда не уведете в онлайн, понятно, что у вас есть инфраструктура, но мы с вами говорим о том, что на большинстве территорий так или иначе, какая-то медицинская инфраструктура уже есть, физическая инфраструктура, она присутствует, да, то есть, вот физически она есть. Но если у вас не хватает квалифицированных медиков и так далее, то, понятно, система телемедицины, которая уже довольно давно развивается, они, ну, очень существенно помогают реализовывать вещи, а сегодня эти системы телемедицины такие, что вы можете прийти, вам достаточно сдать кровь, все эти результаты автоматически видны где-то, ну, в каком-то центре, в котором вы подключены, и вам ставят диагноз человек, находящийся за тысячи миль от вас. Это уже сегодня работает, это и в Москве работает, это много где работает, и непонятно, почему это не может работать на системном массовом уровне, то есть, это требует определенного, я ставлю проблему, я понимаю, что это требует определенной доработки, но вот это такая штука. Дальше, социальное обеспечение. Понятно, что социальные сети, самоорганизующиеся сообщества и так далее могут решить этот вопрос. Ну, и деловое общение, да, вот этот вот, у меня там дяденька, который виден на экране, бизнес, там люди сидящие за столом, делающие бизнес, вы прекрасно понимаете, что, ну, бизнес сегодня так во многом и работает, использует цифровые технологии и, 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 бизнес уже сегодня так работает. Тут как бы вопросов, я думаю, ни у кого не возникает. Еще раз, конечно, есть ряд аспектов, которые возникают рискованно, в связи с тем, что я говорю, даже если вы сейчас мне поверите и скажете, что да, все, что я говорю, это абсолютно реально, и завтра это уже возможно. Вы себе сразу скажете, что есть огромное количество рисков. Я это понимаю. Вот они риски. У вас, как минимум, возникает два риска, связанные с безопасностью. Во-первых, с кибербезопасностью, да, вот компьютер с цепями, то есть у вас, вам нужно вашу цифровую идентичность, так называемую, как-то обеспечить ее безопасность. Ну, и физические риски, потому что, как бы, кто-то же должен обеспечить физическую безопасность людей, которые проживают на этой территории. Да, у нас есть с вами частные компании военные, мы не будем называть некоторые известные их названия. У нас есть племенные структуры, которые работают, у нас есть милиции, которые работают, то есть если мы говорим о каких-то, которым де-факто могут, и уже сейчас это квази-государственные структуры, которые могут на том или ином этапе развития той или иной территории обеспечивать физическую безопасность, но при этом, конечно, один из существенных рисков, который есть все время, это сталкивание в анархию. То есть когда мы, когда каждый человек, как единица на низовом уровне, решает какие-то свои проблемы, и вот эта вот системность, и в принципе ему кажется, что он системно может решать все вот эти вещи, о которых мы только что говорили, или группа людей, они начинают между собой сталкиваться, и все это теряет хоть какой-то вообще вид управления и уходит в анархию, как на цифровом, так и на физическом пространстве. И такая проблема действительно существует, причем решить ее, наверное, крайне сложно. и есть несколько вещей, которые способствуют этому решению, я сейчас про это скажу. И вот это вот следующая история, про которую, ну, наверное, стоит говорить. А упорядочением этих систем занимается, тут вот возникает корпорация, и вот тут возникает еще одна, на самом деле, ось противостояния государства и цифровых границ, государственных территориальных границ и цифровых границ. И сегодня, если не сейчас, то через несколько лет, вполне возможно, у нас мы будем в состоянии ломки, вот это вот ледоколы, да, вот я показываю, да, как бы такой ломки. Что я имею в виду? Ну, оглянитесь вокруг себя. У нас сегодня Сбербанк, это не банк, а целая система. Google, Яндекс, Mail.ru, в меньшей степени, это целые системы, которые предоставляют нам все, от доставки еды до финансовых услуг и услуг логистики, например, да. На самом деле, сегодня, вот если вы посмотрите на набор услуг Яндекса или там Сбера, или в скором времени компании Мета, да, то есть то, что бывший Facebook или еще каких-нибудь, то вы увидите, что они идут по пути полностью создания нам инфраструктуры, которая заменяет нам государство. Мне, в принципе, по-хорошему, если вы для себя берете, как бы, что вы принимаете, что вы работаете со Сбербанком, а, в принципе, чем дальше, тем больше, вообще ничего другого не надо. Вот вы просто можете посмотреть на это, посмотрите внимательно. А теперь сделаем следующий шаг. Сегодня каждый из нас может использовать разные системы. Для этого нам Яндекс больше нравится, для чего-то нам Сбер больше нравится, для чего-то нам ничего не нравится. А не исключена вероятность, что через N времени довольно близком мы окажемся в ситуации, когда просто вот эти корпорации будут требовать лояльности, как любое государство. Оно будет требовать определенного уровня лояльности, и вам будет очень сложно перескочить из одной экосистемы в другую экосистему. Причем очень сложно не просто, потому что вы привыкли, а очень сложно, потому что, ну, вам, как бы, условно говоря, будут стоять палки в колеса. То есть это все будет сложнее. То, что у вас там будет набираться какая-нибудь система скидок и так далее, то есть вам будет создать проблему лояльности. И на самом деле, то, что такие корпорации существуют, посмотрите, что в Китае, да, вот эта система WeChat, на самом деле, посмотрите, что происходит в Казахстане. Я не помню, как это банк называется, там, частная компания, которая вообще на аутсорс сделала огромное тоже количество историй. Государству придется считаться с этими системами, как-то научиться взаимодействовать, потому что это совершенно трансграничные с нашим пониманием, с точки зрения территорий, системы, которые каждому конкретному пользователю или группе пользователей создают ну, некоторую цифровую территорию, некоторую цифровую территорию, в которой он живет. И они в какой-то момент будут требовать лояльности. Я думаю, что процесс взаимодействия, если все пойдет как бы, ну, в более-менее нормальном русле, то должен прийти к формату слоеного пирога, где государство будет брать на себя одни функции, вот эти вот экосистемы цифровые будут брать на себя другие функции, где-то сочетание физических границ, территориальных границ и цифровых границ вот приведет вот к такому слоеному пирогу окружающего нас пространства, окружающей нас территории. Но могут быть и разные другие варианты событий. Немножко сейчас утопично, как антиутопия или утопия звучит, но нам надо с вами это осознать для того, чтобы просто идти дальше, посмотреть то, что происходит. Но, если это пойдет по такому пути, то нам очень важно понимать, что они, вот эти вот корпорации, они как раз могут и решить проблему анархии. Почему? Потому что, ну, никому эта анархия не нужна, а теперь вы представьте себе, что есть корпорации, которые занимаются нефтедобычей, есть корпорации, которые занимаются торговлей оружием, есть корпорации, которые занимаются недрами, а есть вот такие цифровые экосистемы. Если они между собой договариваются и делают конгломерат, то, в принципе, они обеспечивают все. Инфраструктурные компании, которые занимаются добычей нефти, там, газа, электроэнергии и так далее, они так или иначе создают объекты физической инфраструктуры и не только непосредственно касающиеся их виды деятельности. Они же могут и нанимать частные охранные предприятия, которые обеспечивают эту работу, а цифровая экосистема делает все остальное. Да, это я очень сильно упрощаю, естественно, но вы понимаете, я думаю, о чем я говорю. А теперь давайте посмотрим, собственно говоря, на вот тот момент, что мы с коллегой Бабинковой взяли. Важно понимать, что мы не пытались и не пытаемся придумать универсальный и быстродействующий механизм решения многолетнего конфликта. Нет. Хотелось бы, конечно, но нет. Мы прекрасно понимаем, что этот конфликт, палестинно-израильский конфликт, он настолько затяжной и тяжелый, что там разрубить этот гордий узел или как-то его развязать красиво вряд ли получится. Но то, что мы предложили, это альтернативная возможность организации взаимовыгодного существования двух народов в экономической сфере, в ситуации, когда палестинно-израильский конфликт не решен. То есть мы отрываем социально-экономическое существование и развитие и кооперацию от геополитического. То есть мы как бы, если раньше это было как бы некое одно, одно без другого быть не могло, то мы говорим, что сегодня благодаря тем процессам цифровой трансформации, которые мы увидели и их акселерации после 20-го года в пандемии 20-го года, есть возможность разделить геополитическую проблематику и социально-экономическое сосуществование на примере палестинно-израильского конфликта. Дополнительная, как сказать, уверенность в том, что мы не совсем мечтатели, вселяет нас в том, что в 20-м году произошло беспрецедентное событие, то, что Израиль нормализовал отношения с четырьмя арабскими государствами, объединенными арабскими эмиратами, Бахрейном, Марокко, Суданом. И с объединенными арабскими эмиратами идет очень активное взаимодействие, причем иногда в таких сферах, которые вызывают просто изумление. Например, в Дубае появился музей Холокоста, созданный арабом. По-моему, в Дубае. И это, конечно, беспрецедентная история, которая говорит о том, что при определенных ситуациях, ну, вот Израиль перестал уже сегодня считаться изгоем, по сути, на Ближнем Востоке, и сегодня он уже идет по пути некой интеграции в регион, так или иначе, по крайней мере, часть региона. И это достаточно интересно. Вот эти две вещи, цифровизация и Авраамовое соглашение, они как-то нас позволили, мы разработали вот такой подход, позволили нам как-то быть немножко оптимистичными. Так вот, мы разработали некий такой подход, где вы видите на слайде три уровня сотрудничества Палестины-Израильского в области цифровизации. Базовый уровень, это обеспечение Палестины адекватным уровнем развития информационно-коммуникационных технологий и соответствующей инфраструктуры. Начальный уровень, системная цифровизация процессов текущей кооперации между Палестиной и Израилем и цифровая интеграция западного берега реки Ордана и сектора Газа. И перспективный уровень, цифровая экономика как основа реализации потенциала двустороннего экономического сотрудничества. Ну, базовый уровень. Понятно, что, почему важно, потому что понятно, что Израиль экономически разозна эта страна и там как бы с цифровизацией все неплохо, хотя там есть куча своих проблем, естественно, но это нормальная ситуация, когда есть проблемы. Но понятно, что тут много чего надо сказать. Пока по ряду проблем, по ряду причин понятно, что уровень проникновения интернета в Палестине к 2030 году не мобильного, а такого, достигнут отметки 20%, достаточного для достижения универсального доступа к широкополосному интернету хорошего качества. Понятно, что на конец 2018 года уровень проникновения широкополосной связи в Палестине был на отметке 5,4%, что являлось самым низким показателем до Ближнего Востока и Северной Африки. При этом в настоящее время 99% населения Палестины имеют доступ к мобильной связи и сетям 2G, 3G и сейчас разрешили израильтяне 4G и строить вышки 4G. Израильтяне, естественно, существенно влияют на экономический ландшафт и социальный ландшафт Палестины, безусловно. Я не буду подробно на этих вещах останавливаться, я лишь скажу, что нам видится вслед за палестинскими исследователями и международными для того, чтобы улучшить ситуацию в сфере информационно-коммуникационных технологий в Палестине, нам видится следующее действие. Установление согласованных и разумных сроков предоставления палестинским операторам частот для использования 4G, что уже произошло, а в конечном итоге 5G. Второе, уменьшение эффекта присутствия израильских телекоммуникационных компаний на западном берегу, ну, не буду как-то технически рассказывать, как технически возможно, хотя есть, тут у нас мысли внесения изменений в положение, касающиеся ограничения при применении информационно-коммуникационных технологий, обеспечение в рамках двусторонних встреч, переговоров, предоставления израилем доступа к инфраструктуре и участкам земли, в зоне С, ну, это одна из зон, на которые поделена палестинская национальная администрация, которая идет полностью под управлением Палестины, для установки оборудования и предоставления услуг связи палестинскому населению. что понятно, что основные проблемы Палестины в области цифровизации, они связаны не только с тем, что Израиль существенно искажает картинку и управляет многими процессами, здесь нужно очень много изменить в системе их кооперации, но и внутренний процесс, очень высокий уровень коррупции внутри территорий, и конечно тут нужно например продолжить работы, которые уже ведутся по созданию независимой палестинской службы по надзору в сфере связи, по обновлению апробации нормативно-правовой базы в сфере ИКТ, и там еще идет речь о стратегическом плане развития цифровизации. При этом надо вот что сказать, мы тут уже как бы на начальный уровень переходим. На сегодняшний день, несмотря на все геополитические проблемы, две территории достаточно активно взаимодействуют друг с другом. Палестинские рабочие едут на работу в Израиль и обратно. С территории Палестины также поступают определенные товары. Товары уже поступают в ПНА, через израильские проверяющие органы. Осуществляется трансфер финансовых средств, езжают иностранные бизнесмены, туристы, официальные лица. И для контроля всех этих потоков Израиль и Палестины вынуждены коммуницировать. Нравится им это или нет. Цифровизация всех указанных процессов позволит существенно повысить их эффективность и прозрачность. Например, возможность электронной записи для пересекающих КПП граждан Палестины, сохранение в виртуальном облаке всей необходимой информации личные контактные данные и так далее позволил бы не только ускорить сам процесс прохождения, но и сделать его в принципе более комфортным для палестинцев. Повысилась бы степень прозрачности данного процесса. Перевод всей системы контрактования палестинских работников в киберпространство позволил бы не только повысить прозрачность и эффективность этого процесса, но и дало бы возможность работникам ввести все свои финансовые операции онлайн, по крайней мере на территории Израиля. Более того, в среднесрочной перспективе возникнет потенциал появления палестино-израильской криптовалюты. Она может заменить израильский шекель в расчетах между израильскими работодателями и палестинскими работниками. А поскольку криптовалюта сама является финансовым активом, палестинцы смогут ею торговать с использованием соответствующих инструментов. Одной из самых серьезных проблем Палестины является ее географическая раздробленность. Как не соединяя западный берег с сектором газа, при помощи туннеля или моста все равно разрыв будет ощущаться. Цифровая экономика является одним из эффективных инструментов решения территориальной проблемы. Об этом, кстати, в самом Израиле довольно много говорят, про связь периферии и центры развитой Тель-Авив и неразвитый север или юг Израиля. Про это очень много говорят. Цифровые ресурсы, даже самые простые, позволят, во-первых, международно признанному руководству Палестины повысить степень своего контроля над всей ее территории через социальные выплаты, соответствующие информирование, организацию общественных процессов, от культурных мероприятий до выборов, а во-вторых, непосредственно жителям обеих территорий станет проще организовать разного рода взаимодействия между собой. У нас со Светланой, своим соавтором, не было сомнений в том, что даже для реализации цифровизации на таком простом достаточно уровне по современным меркам, надо решить две серьезные задачи, как минимум две серьезные задачи. Это соответствующее политическое решение принять, причем с обеих сторон, и обеспечить финансирование создания соответствующих инструментов. И мы считаем, что, кстати, в косочном периоде обе задачи решаемы вполне. Основные решения можно согласовывать на рабочем уровне, а нет необходимости проводить двусторонние встречи на высшем уровне, это не политический вопрос. На высшем уровне можно уже просто фиксировать достигнутые соглашения. Ну, наверное, финансирование реализации на начальном этапе, скорее всего, будет вынужден взять на себя Израиль, слов сказать, мне кажется, что определенные группы израильского населения к этому вполне себе готовы. Ну, надо напомнить, что Израиль как бы один из лидеров цифровой экономики. Теперь, вот посмотрите, и тут начинается самое интересное, это перспективный уровень развития. Значит, раньше казалось, да, вот в 90-е годы Шимон Перес, тогда, будучи, даже не будучи еще премьер-министром, в общем, один из ведущих политиков написал книжку «Новый Ближний Восток», где говорят, что экономическая кооперация это приведет к миру в регионе, что Израиле есть столько чего дать палестинцам, что их экономическое будущее, уверенное в завтрашнем дне позволит им преодолеть их двусторонние как бы идеологические территориальные разногласия. Но практика показала, что это не так. Практика показала, что это не так, и к началу 2000-х мы это очень хорошо видим. Но сегодня, как ни странно, опять эта история может оказаться актуальной, но уже в цифровом формате. И уже сегодня есть ряд проектов, про которые я не буду говорить, но которые на самом-то деле обеспечат вот это сотрудничество экономическое между палестинцами-израильтянами, например, Palestinian Partner Internship Program, Tech to Peace, израильская программа Машав. Они все так или иначе работают на то, чтобы обеспечить как-то развитие палестинско-экономического сообщества и их связи с Израилем. Но, значит, вот тут достижение перспективного уровня сотрудничества надо сделать несколько теоретических отступлений. Первое, есть такое понятие, как виртуальный кластер. Оно появилось, ну, я думаю, 20 назад, когда стали теорией Майкла Портера про кластеры по мере развития технологий говорить, ну что, ну, есть, понятно, физические кластеры, продуктовый кластер, промышленный кластер, такой кластер, сякой кластер, а когда технологии разобьются, то появятся виртуальные кластеры, когда все то же самое будет происходить в виртуальном пространстве. Надо сказать, что, ну, по сути, по-настоящему, наверное, этого не произошло, хотя до сих пор есть две школы мыслей, которые говорят, что кластеризация так или иначе идет, и один из видов наиболее популярных сегодня кластеризации, это вот эта самая идея бизнеса, как платформы, и как раз вот, где Сбербанк наступает, вот где такой платформы, то есть, по сути, он формирует некий кластер, Сбербанк просто близкий, например, или Яндекс, да, бизнес, или Алибаба, как бы бизнес, как платформа, которая на себя привлекает, создает эту экосистему, по сути, сходную по идеологии мыслей Майкла Портера и его теории кластеров. С другой стороны, есть и идея про то, что просто более высокий уровень информационно-коммуникационных технологий позволит все-таки действительно кластеризоваться в виртуальном пространстве, некоторыми другими способами и обе эти идеи интересны. Нам кажется, что в конкретной истории с палестинно-израильским сотрудничеством можно говорить о таком формате, который мы назвали платформа взаимодействия. То есть, вот эта вот цифровая среда, которая обеспечивает все те вещи, про которые я говорил в первой части лекции, если мы из этого сделаем платформу, то мы на самом деле можем обеспечить и образование, и формирование бизнес-процессов, и повысить уровень медицинского обеспечения, и на самом-то деле привлечь ко всем этим процессам как палестинцев, живущих за рубежом, так и израильтян, и евреев, живущих за пределами Израиля, но которых не безразлична ситуация в этой сфере. Причем интересно, что запуск, например, криптовалюты решает проблему идеологическую, ну то есть любая валюта сегодня, она как бы идеологически окрашена. Шекель, это Израиль, ну к нему есть негативные отношения. Какая-то палестинская валюта, ну для израильтян с этим есть проблема. А как только вы вводите криптовалюту, которая изначально нейтральная, и она обслуживает эти нужды, она не несет с собой никакого идеологического шлейфа, вообще никакого. Это чисто цифра, технология. и смысл в том, что ко всем процессам социально-экономического взаимодействия у вас могут быть автоматически подключены все, кому это важно. И вам перестает, снижается резкая необходимость физического перемещения в пространстве. Через такого рода платформу вы можете решать огромное количество проблем, находясь там, где вы находитесь, а это значит, что это снижает существенные негативные воздействия, когда там надо досмотры проходить палестинцам, почему унизительные зачастую, и много других вещей, которые вызывают негатив у обеих сторон. Это просто уходит на второй план. Оно пока никуда не девается, к сожалению, но оно уходит и его значение вот этих вот вещей, которые связаны с физическим пересечением границ, существенно отходят на второй план. Совершенно новая история. Причем, более того, если мы говорим про финансирование, то, например, такие фонды, как Садара Венчерс, это один из фондов, созданный палестинским инвестором, или, например, фонды из тех же Арабских Эмиратов и совместные Арабо-Израильские фонды, Эмирата-Израильские фонды, которые уже появились финансовые, будут с интересом относиться к такого рода проектам, во-первых, потому что они в этом видят бизнес, потому что эта платформа может не только нести социальную нагрузку, но и переносить на самом деле на определенном уровне достаточно большие деньги, и это интересное бизнес-вложение. Есть определенные схемы, про это очень много написано, поскольку не тема нашего разговора сегодня, то мне хочется в это вдаваться подробно. То есть, это совершенно другая система обеспечения. Но, и, наверное, последнее, я скажу несколько вещей. Понятно, что вполне возможно нужен кто-то третий. Все-таки исторически сложилось, что на Ближнем Востоке без внешней силы обе стороны тяжело решают такие проблемы, тем более, особенно на первых этапах нужны какие-то физические встречи. Вполне возможно, что вот такие треугольные, вот если такой цифровой треугольник рассматривать, то может быть третья сторона какая-то появится. Это может быть Россия в нашем понимании, Китай или США. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Понятно, что с политической точки зрения может оказаться Россия наиболее интересна, но Россия тяжелая финансовая, непростая ситуация, она вряд ли может оказаться тем вот финансовым игроком существенным, который вот этот треугольник создаст. США, понятно, что проблемность заключается в том, что у палестинцев есть кризис доверия к Соединенным Штатам, при этом рынок, огромный рынок и финансовые средства, которые есть у США, они, конечно, могут являться позитивными, более того, там есть огромная диаспора и израильцан, именно граждан государства Израиля, евреев и палестинцев, которые живут в США, что тоже немаловажный фактор. Ну, про Китай тоже, понятно, огромный рынок сбыта, но и структуру, у которой есть интересы к Израилю, вообще к Востоку, про это вы знаете, думаю, что многие из вас лучше меня, в связи с этой логистической экспансией, в частности, экономической экспансией Китая, все понятно, но кого выбрать сложно, потому что как минимум США находятся с двумя странами, с двумя из трех кандидатов в конфликте, и это проблемность. Не исключено, что три стороны захотят посотрудничать на этом поле, как уже показывали, Россия и США показывали желание взаимодействия в Ближнем Востоке, и создать некую некоммерческую организацию, которая как бы представляла все три структуры, на самом деле, все три страны, как вот одна из вершин вот этого треугольника. Еще раз, вам может показаться, что это все немножечко теоретизировано и далеко от реальности, но вы знаете, как сказать, мы рождены, чтобы сказку сделать были, это как раз история про инновации, да, то есть, если мы не думаем за горизонт, не мыслим за горизонт, да, как говорил Йозеф Шумпетро в 42-м году, да, созидательный изрушений, если мы не смотрим вперед, за горизонт, то мы оказываемся несовременными, да, то есть, мы должны бежать, как Льюис Кэррол говорил, да, чтобы остаться на месте, мы должны бежать. Я предлагаю некоторые идеи, которые позволяют нам вот это бежать, чтобы быть актуальным сегодня. Не буду вдаваться еще в один аспект вот этого вот уровня, я просто покажу, что мы еще со Светланой посмотрели, что в сугубо прикладном истории цифровая экономика может быть одним из интересных антикризисных механизмов, но я не буду на этом ваше внимание обращать, я просто хочу сказать, что наша мысль, да, заключается в том, что все, что я до этого говорил, даже с определенными допусками и с учетом там ряда мелочей, которые, безусловно, возникнут, когда это будет воплощаться, это все реальность и многое из того, что я говорил, уже реальность сегодня и по чуть-чуть, не как система, а как какие-то отдельные ячейки, это уже сегодня происходит и развивается. Вопрос только в том, как мы на это смотрим и можем ли мы из этого сегодня увидеть систему и работать в дальнейшем направлении, исходя из того, что те изменения, которые в мире сегодня происходят в нашем восприятии пространства, в нашем восприятии границ, они такие же, как произошли во времена, благодаря Эйнштейну в нашем восприятии времени, а это реально революционные изменения, равным которых ну вот не было, может быть, вот я говорю, до того, как Эйнштейн показал свой взгляд на время. Это существенно. Нам очень сложно это сегодня осизать, потому что мы в это время живем, но из-за того, что темп нашей жизни очень существенно ускорился, во многом благодаря тем процессам, про которые я сегодня говорил, нам придется это сделать, если мы хотим быть актуальными и решать проблемы 21 века, не только используя наш багаж знаний и инструменты 19 и 20 веков. На этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Это было стремительно и прекрасно. Я хочу два слова сказать о том, что наш семинар посвящен, вообще-то говоря, памяти великолепного экономиста Олега Ефимовича не помнено. Очень жаль, что его нет. У нас действительно больше исторический отдел, но и тем не менее, коллеги, пожалуйста, вопросы давайте зададим. Мария Семеновна у нас тоже экономист, частично, может быть, какой это будет. Я думаю, что это всех тема задела, так что вопросы, комментарии прошу. Дима, я хотела сказать, это такое ностальгическое замечание, что ты, молодой человек, возможно, этого не помнишь, но когда был путь и Белый дом брали и все вот эти вот вещи, еще у нас не было, естественно, никакой цифровизации, но в большой степени то, что произошло тогда, произошло благодаря всяческим факсам и вот этим вот вещам. Я просто помню, что таким образом люди друг друга информировали и то есть были некоторые предпосылки еще до компьютерной к этому. Это просто апропа замечания. А вот кто-то поднял руку, может быть, кто-то хотел бы сказать или я должна всех всем дать возможность говорить? Можно тогда? Да, Зоя, пожалуйста, конечно. Зоя Васильевна, доктор наук. Да, во-первых, спасибо за очень интересный содержательный доклад, который для меня, например, это своего рода ликбез, поскольку я далека от этой проблематики и прочего. Вот, но и с интересом прослушив ваш доклад, я бы хотела вот о чем спросить. Вот вы сказали, что у вас готовится публикация по этой теме в соавторстве и поскольку у вас там идут не только чисто научные, но и научно-практические выкладки, рекомендации, так сказать, результаты вот этого вашего труда, вот я бы хотела спросить, а вы имеете возможность сотрудничать или вы, скажем, с тем же израильским научным сообществом и не только научным, с тем, чтобы можно было как бы поделиться этими результатами, чтобы и те, кого это непосредственно касается, тоже, чтобы взяли может быть даже на вооружение что-то и так далее. То есть речь идет о том, что я очень надеюсь, что, наверное, не только российское научное сообщество увидит результаты вашей работы, но и, наверное, у вас есть определенные контакты, сотрудничество там и так далее. Спасибо. Вы знаете, вот буквально сейчас мы отделом Израиля завершили подготовку англоязычной монографии коллективной, посвященной проблемам израилеведения, скажем так, где собрали ведущих российских израилеведов. В частности, часть из того материала, который опубликован нами со Светланой в рамках нашей монографии, как раз то, про что я сегодня рассказывал, вот эту часть, где мы предлагаем некоторые про палестино-израильские какие-то вещи, мы сделали в англоязычной версии, сейчас она находится буквально физически в печати в Израиле, я надеюсь, что коллеги с интересом воспримут эту вещь, так что мы работаем над этим, то есть стараемся, отвечая на наш вопрос так. Спасибо. Спасибо. Мария Семеновна, руку свою оправдывайте поднятую. Да, коллеги, здравствуйте, ну, оправдывать поднятую руку, я просто, поскольку работаю, ну, основное место работы у меня есть в экономике, поэтому такие темы немножечко возбуждают во мне некий интерес, возможно, некоторый критический взгляд, потому что у нас, ну, тема вопрос цифровизации, вообще был весь блокчейн, у нас в какой-то мере в некоторых кругах даже, ну, не то, что превратился в некий мавитон, но, ну, к этой теме вообще относятся очень все критично, но я немножечко не об этом, мне вот, меня заинтересовал вопрос, неужели действительно может так получиться, что Израиль в своих внешней, ну, внешней торговли и внешних расчетах будет, сможет полностью украинно перейти, ну, как-то, ну, возможно, в будущем на криптовалюту, то есть, доллар уйдет, ну, а как же для внешнего баланса, он же все равно будет необходим, вот именно этот вопрос меня интересует, потому что, ну, пока же все эти расчеты в долларах, а вот потом все равно же перейдется каким-то образом переводить все в доллары, это первый вопрос, а второй вопрос, я не очень поняла насчет прекрасного Йозефа Шунтпетера, потом, ну, может быть, вы мне немножечко уточните. А, я уточню, конечно, да, я просто говорил, да, да, я объясню, да, хорошо, про, 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 про криптовалюту, смотрите, ведь криптовалюта же, ну, нет, вряд ли, Израиль, конечно, перейдет целиком на криптовалюту, я как раз говорил про то, что вот интересно в том, что у нас появляется некоторая такая дискретность, у нас же криптовалюты, как финансовые активы, находятся параллельно с теми валютами, которыми мы пользуемся с вами для расчетов сейчас. Если криптовалюты будут обслуживать непосредственно палестинно-израильские вот эти вопросы, это не отменяет, во-первых, других параллельных систем расчетов, и поскольку криптовалюта сегодня с точки зрения израильского законодательства является финансовым активом, то, соответственно, любой финансовый актив обладает определенной ликвидностью, как и валюта, то есть вы можете менять по определенным образом доллар на криптовалюту и наоборот, или там доллар, рубль, шекель, все, что хотите. А что касается Шумпетера, то я имел в виду его концепцию так называемого созидательного разрешения, креатив дистракшн, классическую, классическую, абсолютную историю 42-го года. Теория предпринимательства, да, Дорогие экономисты, вы не спешите. Все, все, мы закончили. Нет, хорошая теория, скажите о ней нам два слова. Созидательное разрешение это такая достаточно интересная история. Я говорю, по-моему, в 42-м году Шумпетер написал свою книгу, в которой он эту историю систематизировал. Сказать, он не первый, кто про это пишет, но он, пожалуй, смог ввести это в научный оборот. Идея такая, значит, что смысл, что новые технологии, они разрушают рынок для условно старых технологий. Яркий пример пленочное фото и цифровой фотоаппарат. Как только появилась цифра, пленочная осталась. Это настолько нишевая история, да, то есть, причем это же поменяло не только, то есть, пленка исчезла, но ведь вообще вся инфраструктура исчезла, проявочная, ну, в общем, представьте себе вот этот рынок пленки, пленочного фотографирования аппаратов и так далее, то, что сейчас происходит, да, помните, там 24 кадра, 36 кадров, да, вот мы там в поездках рассчитывали, как за две недели потратить 24 кадра. Сколько сегодня фото в день делаете? И это разрушает, вот это вот дистракшн, разрушение. А в чем креатив, в чем созидательность? Созидательность в том, что чтобы быть актуальным и не пропустить вот эти вот технологии, вам приходится все время либо самим заниматься инновационной деятельностью, либо постоянно смотреть вперед и проверять, что вокруг происходит и быть как бы, смотреть, пытаться за горизонт и следить за теми новыми вещами, которые возникают вокруг вас. Например, фирма Кодек не смогла этого сделать и она сегодня существует, но она уже не является сколь-либо значимой, если мы говорим, ну, существенной, какой она была еще 20 лет назад, там 25 лет назад, потому что она пропустила вот эту вот волну и вот эта вот парадигма, что вы все время должны быть вперед, да, вот этот как Льюис Керрилл, да, то есть как бы бежать, чтобы оставаться на месте, чтобы быть актуальным сегодня, вы все время должны смотреть вперед и желательно, чем более за горизонт вы смотрите, тем лучше. Это сегодня одна из основных вообще моделей экономического поведения в бизнесе, потому что вы посмотрите, в основном все компании огромные, транснациональные, они, например, вокруг себя делают разные исследовательские лаборатории, акселераторы там и прочие разные структуры, которые аккумулируют вокруг себя разные технологии и эти компании проверяют, насколько вообще это релевантно, актуально и может быть полезно через 5, 7, 10, 20 лет и так далее. Вот такая история. В общем, надо быть востребованным. Дима, можно еще вопрос? Ты поначалу сказал, что это ваши идеи такие требующие еще апробации, требующие критики, но из того, что я, опять же, не экономист, услышала, я не увидела ничего крамольного. Почему такое сомнение у тебя? Ну, я слышал критику от многих. Ну, во-первых, что мы это мечтатели, один уровень критики, что мы вот это вот мечтатели, оторванные от реальности. Второй, что, ну да, наверное, какое-то зерно разумного есть, но красиво на бумаге, но овраги, значит, нас погребут в пучине, да, то есть, что мы не замечаем овраги. Вот. И так далее. Понимаете, в чем дело? Ну, ведь очень сложно отказаться от идеи того, например, что государство вообще может быть и не нужно сегодня, как организм, в некоторых условиях. Что может быть не нужно, чтобы Сирия была едином государством. Может быть, курды могут жить как-то самостоятельно, некоторые другие племенные образования могут быть, значит, как-то там еще самостоятельные. Им не надо быть вместе, потому что оказывается, что с технологической точки зрения все эти функции государства могут быть реализованы, ну, плюс-минус, так, как я сказал, очень упрощая все серьезно. Это вызывает, ну, как вам сказать, ну, представьте, мы же до сих пор особенно очень часто думаем понятиями вестфальского мира, вестфальской системы, да, ну, или в лучшем случае поствоенной системы, системы последних 70 лет. В лучшем случае. И нам априорно кажется вот эта ситуация плохой, когда как бы государство разваливается, распадается на какие-то территории, которые мы не понимаем, что с ними делать. Или появляются, мы же с ужасом видим, как появляются квази-государственные игроки, и нас это просто вводит в ступор. От ИГИЛ, запрещенная в России группировка, скажем, для всех, кто нас слушает за пределами, да, значит, нашего семинара. Они же что делали? Они, по сути, построили государство. Им не дали его построить, но они построили некоторую территорию. Если вы пообщаетесь с людьми, которые оказались на той территории, которая в какой-то момент управлялась ИГИЛ, они же реально выполняли все функции управления. Ну, почти все функции управления. Они налоги собирали, они все делали. А почему они это смогли? Потому что у них были те цифровые технологии, без которых они бы очень многие вещи не могли делать. Как они трейдерством нефтью занимались? Так же они покупали, продавали. Как они распространяли информацию о себе? Как они рекрутировали людей? Они все это делали при помощи информационных технологий цифровых. Но нам же это очень страшно признать. Да? Не матрица, но где-то близко. Да, конечно, но в каком-то смысле можете считать, что так. Дивный новый мир. А нет у тебя ощущения, что это просто новые инструменты, но старые, извините, сейчас попытаюсь сформулировать, но старые процессы? Ведь любое же государство начинается с того, что кто-то так или иначе организует контроль, там управление, распределение, охрану. Просто если раньше это делали там с саблями или еще с чем-то, то сейчас делают за компьютерами. Частично да, частично, конечно, 100%, конечно, но не было у нас процесса, при котором я сегодня могу выстроить систему взаимоотношений приблизительно с миллиардом человек через Фейсбук. Ну, нету. Не было. До этого не было. Понимаете, в чем дело? У нас появилась сегодня удивительная история, которой не было до этого. мы сегодня можем вот именно в формате некого матричного, низового уровня каждый с каждым выстроить систему коммуникаций, которые в реальности до определенного уровня будут никому не видны, потому что их миллиарды. И проблема в том, что если раньше для того, чтобы обладать каким-то влиянием, вот эти коммуникационные системы должны были сбивать людей в какие-то группы, физические группы, да, заговоры, вот это все. Сегодня, чтобы оказаться влиятельным, вам достаточно иметь некое дискретное сообщество, но оно, если оно будет условно большим, где каждый, может быть, вообще не знает никого кроме себя, но подписан в некую группу и выходит на какую-то улицу и поднимает, как это Оскар Вайл, да, зеленую гвоздику, как он, да, с театром, да, сделал, приходит с зеленой гвоздикой, это беспрецедентная история, такого не было. Вы представьте себе, что когда был Тянь-Ань-Мэнь, через сколько вышло официальное коммунике американского президента, американской администрации о трагедии в Тянь-Ань-Мэнь? Я думаю, что через несколько дней. И пока оно не вышло, никто про это не узнал. Только, ну, в смысле, ну, кроме как Китая. И у вас была неделя, условно говоря, подумать, как правильно, максимально эффективно и взвешенно использовать для себя, использовать эту ситуацию как политику. А что сегодня? Сегодня, если вы хотите быть публичным политиком, вы должны быть здесь и сейчас в миллионе мест. И вы иногда говорите такие глупости, а потом сотни ваших научных и экспертных советников стараются как-то оправдать, что вы сказали. Потому что вы должны быть здесь и сейчас. У вас нет времени на обработку этой информации. А это принципиальные изменения. От Антона Захарова вопрос в чате. Видишь, Иван? Я вижу конец. Сейчас чуть-чуть выше поднимусь. Дмитрий, как можно настроить систему коммуникаций, где коммуникации будут никому, где коммуникации будут никому, даже их участникам не видны. На основании чего вы тогда говорите о коммуникациях вообще? Да нет, сочи не видны. Конечно, видны. Я имею в виду, что сложность разделить дискретность этих коммуникаций. У меня сейчас параллельно идет три чата. Кроме того, что мы с вами, я сейчас их просто отложу в телефон, но если я их открою, у меня еще идет коммуникация. У каждого из вас этих коммуникационных каналов столько, и мы можем о стольких вещах договориться на низовом уровне с таким количеством людей через социальные сети, через системы другие, что к моменту, когда это станет видно, ну кому-то, условно говоря, со стороны кому-то мешает, пройдет довольно много времени в современном пространстве, на самом-то деле. Конечно, службы работают с этим, и, конечно, вы это видите, но я имею в виду про то, что нам сегодня сбиваться, как бы сказать, в группы, ну, встречаться физически сильно меньше нужно. Я сегодня могу быть сам за себя, и ту информацию, которую я имею доступ, я ее получаю практически, условно говоря, если захочу, на анонимном уровне, и я даже никого вообще не буду знать, кто со мной в этой группе выходит, учитывая еще то, что каждый человек может выходить в эту группу, если мы говорим даже про некоторое Facebook сообщество, под каким-то ноунейм аватаром, создать себе любую идентичность и в ее рамках сети взаимодействовать. То есть у нас возникает огромная возможность, ну, условно, если вы хотите, маскировки, да, каждый из нас может обладать огромным количеством цифровых, ну, не следов, но как бы цифровых своих двойников, которые бы действовали и которые бы представляли разные грани наших с вами многогранных личностей, с небольшой иронией скажу я. Большое спасибо. У нас еще большой интересный доклад. Если есть какие-то соображения, вопросы, давайте их быстро зададим. Задать вопросы. Потому что... Прошу, пожалуйста, и Николай Николаевич, и Наталья Максовна, пожалуйста. Николай Николаевич, да. Это тема, как раз, которая позволяет нам понять, что еще пока нет у нас связи поколений, иногда мы не понимаем, да, почему дети с легкостью смахивает телефон, а я вот самую маму до сих пор не могу научить для того, чтобы она могла работать по WhatsApp, и ей это непонятно физически, ну, просто не понять. И вот в связи с этим вопрос следующий. Дело в том, что сейчас 6,8 миллиарда объем продаж NFT, и это крупнейшие сделки сейчас проходят непосредственно в этом сообществе. Это все позволяет фактически, как мы понимаем, заменить в какой-то мере именно валюту, о чем вы говорили. Может ли быть следующим шагом соответственно переход полностью на криптовалюту под определенным контролем, или же все-таки оптимально вот какая-то коллаборация для тех людей, которые, скажем так, еще пока не научились смахивать телефон. Я имею в виду сейчас... Что такое смахивать телефон? Расскажите, что такое смахивать телефон? Дело в том, что вот тут вот видите, на телефоне надо, чтобы... Вот я ездил, когда в Папу Новый Гвинея, сказал, мам, тебе телефон, мы будем с тобой общаться по WhatsApp. Да. Вот. Она не могла смахнуть вот тут снизу телефон, чтобы... А, вот это движение, все-все поняла вас. Спасибо. Да-да-да, понятно с этой... Потому что... Вот это движение. И вот так вот. Понятно, понятно. Спасибо. Очень хороший вопрос. Вы знаете, Николай Николаевич, я все-таки там, наверное, не очень сильный финансовый прогнозист, и, конечно, я немножко с другой стороны смотрю на это. Но, вот знаете, мы сейчас находимся в той точке, по крайней мере, вот у меня недостаточной информации, чтобы точно сказать, будет так или так. Я думаю, что, конечно, нас ждут существенные изменения в системе финансового взаимодействия. И хотя сейчас, как совершенно верно коллега сказала, что мир немножечко устал, потому что вот эта вот криптовалюта, блокчейн, это немножко базворд, да, и все уже немножечко от этого, всем он немножко поднадоел, но от того, что он всем поднадоел, он не перестает быть реальностью, да. И мы действительно будем видеть существенную трансформацию международной финансовой системы. Произойдет ли это так, что это полностью заменится в какой-то момент электронные, условно говоря, деньги, вот эти вот деньги, основанные на вот этой системе распределенных баз данных, заменят те деньги, которые мы привыкли видеть, как в свое время, да, какие-то деньги заменили ракушки, каури, да, там и так далее. Может быть и так, но это в любом случае будет не быстро, именно потому, что сегодня огромное количество людей привыкло во многом привыкло к тому, что, как вы сказали, вот это просмахивание телефона. Поскольку сегодня ведь интересно, что основные политические и экономические решения в большинстве стран мира принимаются люди, которые получили свое образование, воспитание и основной опыт в доцифровую эпоху или на грани двух эпох, они, конечно, будут под себя подстраивать тот мир, в котором они живут и которым они управляют и руководят. Поэтому, если процесс смены будет происходить и изменения, то он будет достаточно медленный и очень непростой. Я бы так сказал. Спасибо. Наталья Максовна, у вас вопрос был. Включите, Наталья Максовна, включите, пожалуйста, микрофон, у вас не слышно. Сейчас, извините, могу я включить? Я хотела спросить, поскольку я подключилась несколько позже, я хотела бы узнать, вот это новый тренд, так сказать, развитие телекоммуникации, цифровой и прочим между западным берегом и сектором газа, и вот это какая-то стратегия, может быть, или какая-то линия развития у самого Израиля. Вот как это сочетается с его внутренней политикой или политикой. Вот это меня интересует, связь. Да я думаю, да, понимаете, в чем дело. Я как раз считаю, что связи-то, наверное, и нет, и мы-то как раз и говорим о том, наша-то основная идея в том, что сегодня политический класс, что в Израиле, что в Палестине, не готовы к кардинальным изменениям системы взаимоотношений друг с другом. а деловые сообщества обеих территорий Израиля и Палестины и западного берега и сектора газа, так или иначе, все равно пытаются с этим что-то сделать. Есть совместные проекты, я вот перечислил три, а их больше. Есть попытки как-то на вот таком уровне сотрудничать. и мне кажется, что сегодня у нас есть такой момент, когда мы можем оторвать социально-экономическое взаимодействие от политического, что да, политический класс условно говоря еще воюет, а на социально-экономическом уровне группы населения через цифровые инструменты цифровой экономики могут начать сближаться и начать сотрудничать друг с другом на каждодневной основе. Это чуть-чуть уже происходит. Я там назвал, просто если бы я вам рассказывал, про каждый из этих проектов, вы бы увидели, что это действительно немножко уже происходит, но просто нет времени, вот у нас в книжке мы там чуть-чуть подробнее пишем. Это уже есть. Но вот это основная идея. Возможность разорвать, оторвать, сделать это как слое наперек. Два разных пространства политическое, социально-экономическое через возможности цифровых технологий. Вот это основная идея. Да, это очень хорошо. И я вот как раз подумала, что если бы в какой-то степени удалось бы вот как бы вот эту вот программу или как-то ее возродить и как-то наладить, то это могло бы быть шагом так не только в отношении израильско-палестинских, но и других. Вот, например, израильско-ливанский, так сказать, диалог какой-то, вот торговый какой-то наладить. Ведь у них нету практически сейчас вот никаких особых связей, а вот такого рода вот через криптовалюту, через цифровые, возможно, тоже вот как бы это какой-то путь новый для того, чтобы вот продолжить вот это вот взаимно, взаимные связи какие-то как-то их развивать и все такое, выйти из тупика этого ближневосточного. Не кажется ли вам вот это? Я всячески, мы для этого и писали это, то есть это как пример, да, как бы сказать, я всячески поддерживаю вашу эту мысль, я рад, что вот из того, что я говорил, вы вот нашли вот это зерно, потому что я с вами, лично я, я с вами абсолютно согласен. Мы, собственно говоря, с этой мыслью и писали, и я с этой мыслью про такие вещи говорил, что если попробовать, подумать, что называется, как это говорит, think out of the box, выйти из плоскости, посмотреть на это под другим углом, технологическим углом и проверить, можно ли это сделать. Да, будут трудности, да, это слишком, может быть, для кого-то нестандартно, но я уверен, что если мы будем даже думать и писать в этом направлении и обсуждать, то могут родиться какие-то вполне практические вещи, которые можно уже сегодня начать предпринимать. Я очень рад, что вы вот это именно в этом ключе восприняли, потому что это очень созвучно, то, про что мы обсуждали, когда думали про эти всякие штуки и писали про это. Спасибо вам за это, это прям очень мне приятно. Вот у нас экономистов мало, но есть арабисты, так что... Можно я задам вопрос? Обязательно, Вера, пожалуйста. Вера Досовицкая, наш ученый-секретарь, японист. Да, Дмитрий, спасибо большое за доклад, и раз уж речь зашла о цифровизации, и раз уж мы отдела «История Востока», у меня такой вопрос. А насколько развита Digital History, то, что называется, цифровая история в Израиле? И вообще, есть ли вот эти проекты Digital Humanities, цифровые гуманитарные науки, применяете ли вы цифровые методы, применяете ли не вы, точнее, а в Израиле, применяются ли цифровые методы и вообще математические методы в сборе, анализе данных для исторических исследований? Да, конечно. Спасибо. То есть, если коротко, то да, подробнее я, к сожалению, наверное, не очень много могу сказать, но они же очень любят историю, они же очень пытаются ее всячески, в прямом смысле слова, раскопать и проанализировать, и, конечно, цифровые методы достаточно активно используются историками в Израиле и археологами, они, например, очень активно пытаются там работать и с виртуальной реальностью и дополненной реальностью в воссоздании, в частности, попытки, в попытках воссоздать какие-то там вещи, которые они нашли при помощи археологических раскопок и так далее. То есть, очень много современных технологий используется сегодня для работы с историческим материалом. Безусловно, да. Спасибо. Можно вопрос задать? Конечно, прошу вас, пожалуйста, Елена, да. Да, здравствуйте, спасибо. Я вот как раз живу в Иерусалиме, в Израиле, так что вот я вас слушаю отсюда. Ну, мне стало интересно все это, спасибо большое, интересно послушать, но я хочу спросить у Дмитрия, а с кем именно вы сотрудничаете в Израиле? Кого вы имели в виду? Кому вы собираетесь посылать вашу работу на английском? И вы как бы надеетесь, что это будет для них каким-то толчком? Ну да, но смотрите, я вам скажу, что наши партнеры, партнеры Института Востоковедения, Академии наук в Израиле, это Институт национальной стратегии, исследования стратегии безопасности, АНСС, Тель-Авивского университета. Мы с ними очень плотно работаем, практически на каждодневной основе, мы достаточно плотно работаем с рядом кафедр Иерусалимского университета, а изданием книги занимается Институт евразиатских, еврейских исследований, Евразиатского еврейского конгресса, Ильич Нахаян Баньяков. А так мы работаем практически со всеми, с IDC мы работаем и так далее, могу еще много названий говорить, то есть мы достаточно открыто и широко работаем с израильским экспертным сообществом. Понятно, то есть вот ваши идеи, это для них должно быть что-то такое новое. Ну, мы надеемся, проверим, мы для этого пишем и проверим, у нас диалог, я надеюсь, там завяжется, то есть мы будем проверять гипотезу, посмотрим. Понятно, ну хорошо, всем вам успехов. Спасибо.